Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем курс лекций, посвященный правовой науке. И наша встреча посвящена теме «Правомерное поведение и правонарушение». Начнем нашу встречу с того, чтобы определить, что такое правомерное поведение и поведение в принципе. Поведение мы с вами называем взаимодействие человека в результате двигательной активности или психологической активности. А посредовательно через право поведение у нас может быть юридически значимым и юридически нейтральным. Если говорить о поведении юридически нейтрального порядка, то это то поведение, которое существует у нас в обиходе, в обычной жизни, и оно не регулируется нормами права. Если мы говорим о юридически значимом поведении, то, безусловно, мы говорим о том, что данное поведение регулируется нормами права и может ему соответствовать или ему не соответствует. Если речь идет о юридически значимом поведении, соответствующем нормам права, то мы с вами, безусловно, говорим о правомерном поведении. То есть поведение гражданина в соответствии с нормами права российского законодателя. Правомерное поведение может быть активным, а может быть пассивным. Если мы говорим об активном правомерном поведении, то предполагается, что гражданин для того, чтобы реализовать это поведение, обязан осуществить какое-либо действие. Ну, например, оплатить свой проезд в общественном транспорте. Если мы говорим о пассивном правомерном поведении, то в данном случае, наоборот, субъект права должен воздержаться от выполнения каких-либо действий. В данном случае, в качестве примера, мы можем вспомнить о том, что гражданин Российской Федерации не должен распивать в общественном месте спиртные напитки, не должен в общественном месте использовать сигареты и другие одурманивающие вещества. Кроме этой классификации, существует такая классификация правомерного поведения, как необходимое или желательное, либо социально допустимое. Когда мы говорим о необходимом или желательном поведении, мы имеем в виду то поведение, когда субъект права обязан выполнить какое-либо действие. Ну, например, гражданин Российской Федерации обязан оплачивать налоги в бюджет Российской Федерации. А если мы с вами говорим о социально допустимом правомерном поведении, то это то правомерное поведение, которое является абсолютно законным, но не очень приветствуется в обществе. Ну, например, это развод двух супругов. В рамках семейного кодекса предполагается такая ситуация, однако с точки норм морали и с точки социальных норм данная ситуация не очень приветствуется гражданам в обществе. Но необходимо понимать, что независимо от социальной ценности правомерное поведение гарантируется и охраняется государством. Иногда правомерное поведение социально допустимое может являться и переходить в желательное. Например, если вы в обиходе солгали человеку, это аморальное поведение, но если вы солгали в судебном заседании при даче показаний свидетельских, то в данном случае ваша ложь может быть расценена как правонарушение. Когда речь заходит о правонарушении, мы безусловно должны считать, что правонарушение это то деяние, которое соответствует всем признакам состава правонарушения. Состав правонарушения у нас определен различного рода кодексами и включает в себя четыре основных элемента. Это объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения и субъективная сторона правонарушения. Что же мы отнесем к объекту правонарушения? Объектом правонарушения мы с вами будем называть явление окружающего мира или социальное благо, на которого направлено правонарушение. В данном случае, если мы обратим внимание на уголовный закон Российской Федерации, то мы увидим, что он сгруппирован именно по группам, которые предполагают определенную защиту. Например, преступление против жизни, преступление против собственности. И так далее. Но здесь хотелось бы отметить, что необходимо объект правонарушения отличать от такого понятия, как предмет правонарушения. Предметом правонарушения будет являться либо вещь, либо иное благо, которое может быть изъято, или же испорчено, или же повреждено в процессе правонарушения. По умолчанию субъектом правонарушения могут быть как физические лица, так и юридические лица. Однако, с точки зрения уголовного права, субъектом может быть исключительно физическое лицо, так как только физическое лицо, а именно гражданин, наделен волей и разумом. Очередной элемент состава правонарушения – объективная сторона – образует все те элементы противоправного поведения, которые характеризуют данное правонарушение как акт внешнего поведения. Таких элементов немного, но они очень важны. Во-первых, это всегда деяние – акт волевого характера. Он, безусловно, связан с волей субъекта правонарушения, с его желанием совершить данное правонарушение. Вторым признаком является вредоносный результат данного акта. В чем выражается вред? Вред выражается в том, что страдает как общество в целом и граждане в отдельности. Вред может иметь как материальный, так и моральный характер, наносится как материальным ценностям, так и основам государственного строя, а кроме того, правам и свободам человека и гражданинам. Ну и еще один из очень важных элементов объективной стороны – это причинная связь между деянием и, безусловно, его результатом. Здесь необходимо понимать, что не всегда результат, произошедший после завершения деяния, является следствием. Кроме того, мы должны понимать, что существуют помимо основных элементов объективной стороны правонарушения, такие элементы, которые носят название факультативные. Они могут быть, а могут и отсутствовать. Это такие элементы, как место правонарушения, время правонарушения, возможно, орудие правонарушения. Ну и еще одним элементом состава правонарушения у нас является субъективная сторона. Это особый элемент состава правонарушения, и его образует вина. Что такое вина? Ну, под виной подразумевается психологическое отношение субъекта правонарушения к тому, что он совершает, то есть его осознание того, что его действия противозаконны, что его действия виновны. И в данном случае психически здоровый человек способен оценить данное состояние. Что касается вины, она подразделяется на два вида. Это умысел и неосторожность. Рассмотрим умысел. Умысел со своей стороны также подразделяется на два вида. У нас существует прямой умысел и умысел костный. Само по себе название прямого умысла отсылает нас к тому, что человек или субъект правонарушения сознательно идет на совершение правонарушения. Он понимает, что он делает. Он осознает последствия того деяния, которое он совершает. Когда мы говорим о посвенном умысле, предполагается, что субъект понимает, что делает, что субъект предполагает, какие последствия могут быть в результате его деяния, однако относится к этому без должного понимания и без должного внимания. Ну, например, когда подростка в драке ударяет своего соперника обломком трубы, он безусловно понимает, что он совершает правонарушение, он безусловно понимает, что в результате этого удара его соперник может погибнуть, но он не желает данного варианта исхода действия. Что касается неосторожности, как разновидности вины, она также имеет два вида – легкомыслие и небрежность. Говоря о легкомыслии, мы с вами говорим о том, что человек, совершая деяния, понимает, что он делает, понимает, какие последствия могут быть в результате совершения этого деяния, но в силу каких-либо оснований рассчитывает, что этого не случится. Что может быть таким основанием? Во-первых, таким основанием может быть самоуверенность человека. Ну, в качестве примера мы можем с вами вспомнить такие случаи, когда водитель автотранспортного средства с опытом 20 лет и старше ведет себя достаточно легкомысленно на дороге, нарушая правила дорожного движения, при этом считая, что его опыт и стаж вождение, а кроме того надежность его техники позволит ему избежать ДТП на дороге. Есть еще один пример, подтверждающий данные основания. Например, граждане отдыхают в лесу, на улице стоит замечательная, прекрасная летняя жаркая погода, они развели костер и период входа недостаточно хорошо погасили пламя, рассчитывая на то, что собираются тучи, пойдет дождь и благодаря дождю костер будет потушен основательно. Ну и последствия данного случая могут быть абсолютно разнообразны. Если мы с вами говорим о такой разновидности, как небрежность, это тогда, когда человек не предполагает последствий своего деяния, не осознает того, что он делает, но однако в силу своей должности, своего возраста, своей вменяемости он должен и может осознавать последствия своей деятельности. В качестве примера можем с вами говорить о обязанности инженера на строительной площадке, особенно если это инженер по технике безопасности. Он должен следить за техникой безопасности своих сотрудников, а это значит, что все сотрудники, находящиеся на строительной площадке, должны носить каски на голове с тем, чтобы предотвратить возможные травмы, а также летальный исход. Очень часто, к сожалению, инженеры по технике безопасности халатно относятся к своим обязанностям. В результате возникают различные травмы на рабочем месте, которые могут привести к потере жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Кроме того, помимо вины, также могут участвовать в субъективной стороне правонарушения такие материи, как мотив и цель. Что же такое мотив? Мотив собой представляет непосредственное побуждение правонарушителя к тому, чтобы совершить данное правонарушение. Мотивом может быть месть, мотивом может быть желание завладеть какими-то материальными ценностями. Что же представляет собой цель для правонарушителя? Цель представляет собой результат того, что правонарушитель получит в результате произведенных их действий. Если правонарушение реализуется в виде кражи, то целью будут те материальные средства, которые получил правонарушитель в результате совершения своего деяния. Ну и если совершенное правонарушение соответствует всем признакам состава правонарушения, то в данном случае мы можем с полной уверенностью говорить, что это правонарушение мы можем квалифицировать. И в данном случае уместен такой термин, как квалификация правонарушения. Однако необходимо не забывать, что для того, чтобы квалифицировать правонарушение по соответствию той или иной отрасли права, мы должны иметь в наличии все четыре основных элемента. Отсутствие одного из них дает нам право признать данное деяние не правонарушение. Если мы с вами заговорили о правонарушениях, то безусловно мы должны вспомнить о том, что правонарушения можно разделить на два основных вида. Это преступления и проступки. Говоря о преступлениях, мы с вами говорим о социально опасных правонарушениях. Я бы сказала особо опасных, ответственность за которые предусмотрена уголовным законом Российской Федерации. Все правонарушения, ответственность за которых не предусмотрена уголовным законом, относятся к проступкам. Проступок считается менее значимым социально опасным явлением. Однако, в зависимости от характера наносимого вреда и особенностей, соответствующих, применяемых к ним правовых санкций, мы все проступки можем разделить на три основные категории. Это административные проступки, дисциплинарные проступки и гражданские правонарушения. Уделим внимание несколько слов каждому из этих видов правонарушений. Говоря об административных проступках, мы с вами говорим о правонарушениях, посягающих главным образом на порядок государственного управления. Например, когда мы нарушаем правила дорожного движения, мы нарушаем правила государственного управления, реализующие в регулировании дорожного движения. Если мы вспоминаем о дисциплинарных проступках, то, безусловно, это правонарушения в сфере трудовой, служебной, а также учебной дисциплины. Когда мы говорим о гражданских правонарушениях, то это нарушения, состоящие в ненадлежащем исполнении, либо в ненадлежащем исполнении своих обязательств по договору. Также возможно нарушение сторонами договора своих обязательств перед контрагентами. Кроме того, возможно заключение незаконных сделок. И в данном случае за любое совершение правонарушения обязательно присутствует такое понятие, как возложение юридической ответственности. Когда мы говорим о юридической ответственности, мы должны понимать, в чем она заключается. А заключается она, как правило, в неблагоприятных последствиях для нарушителей. Эти последствия носят материальный, имущественный, либо специальный характер, которые налагаются государству в установленной законом процессуальной форме. Основанием привлечения к юридической ответственности у нас всегда является норма права, а именно санкция, которая содержит порядок привлечения к юридической ответственности. Ну и хотелось бы отметить, что юридическая ответственность имеет ряд признаков. Первый признак, о котором хотелось бы сказать, это ретроспективный характер юридической ответственности. Что значит ретроспективный? Это значит, что юридическая ответственность всегда наступает постфактум совершения правонарушения. То есть после того, как преступник совершил противоправное деяние. Очередным признаком является то, что юридическая ответственность устанавливается государством. Найти основание установления юридической ответственности мы можем в нормативно-правовых актах, а именно в нормах права, содержащихся в источниках права. Очередным признаком является тот фактор, что юридическая ответственность возлагается государственными органами, либо специально уполномоченным лицом. Кроме того, юридическая ответственность выражается в неблагоприятных последствиях для нарушителя. И при этом она налагается в обязательном порядке, независимо от желания нарушителя претерпевать или не претерпевать данные последствия. С какой же целью существует такой фактор права, как юридическая ответственность? Цель благая, цель глобальная. И связана она прежде всего с защитой наших прав и обязанностей в рамках Российской Федерации, а также защита верховенства правовой системы в государстве. И в рамках этой цели юридическая ответственность реализует некоторые функции. Одной из основных функций является карательная функция. Пусть вас не спущает такое название, как карательная функция. В данном случае это функция возмездия, которая должна неотвратимо преследовать правонарушителя. Он должен понимать, что в обязательном порядке он будет наказан за свое правонарушение. Вторая функция, о которой нам говорит юридическая ответственность, это правовосстановительная функция, которая направлена на то, чтобы восстановить в своих правах потерпевшую сторону. Также существует функция предупредительного порядка. Либо, как называют ее юристы, превентивная функция. Та, которая направлена на то, чтобы предотвратить совершение противоправных деяний в обществе в целом и каждым субъектам общества в отдельности. Ну и безусловно, мы не можем не сказать о такой функции, как воспитательная функция. Почему? Потому что граждане, рождающиеся в обществе, должны расти и воспитываться в условиях уважения к правовой системе государства и в условиях уважения к правам. Ну и безусловно, в целях реализации этих функций юридическая ответственность существует на определенных жизненных принципах. Во-первых, это принцип ответственности за свои поступки. Он говорит нам о том, что любой субъект, совершив правонарушение, в обязательном порядке будет нести ответственность. Существует также еще один из принципов. Это принцип неотвратимости. То есть принцип обязательности данной ответственности перед обществом и государством. Такой принцип, как принцип законности, говорит нам о том, что юридическая ответственность налагается исключительно компетентными государственными органами или уполномоченными лицами в определенной процессуальной форме. Мы не можем не вспомнить также о таком принципе, как принцип справедливости, который гласит нам о том, что за каждое совершенное правонарушение ответственность может налагаться только один раз. И, безусловно, эту юридическую ответственность несет то лицо, которое совершило данное правонарушение. Кроме того, существует такой принцип, как принцип целесообразности. Он нам говорит о том, что юридическая ответственность, а именно меры юридической ответственности, должны соответствовать содеянному деянию. И ни в коем случае не должны превышать его по полномочиям. Ну и в конце, безусловно, мы с вами должны назвать такой принцип, как принцип виновности. Один из основных принципов реализации юридической ответственности, говорящий нам о том, что наложение юридической ответственности возможно на субъекта только в том случае, если его вина доказана. В заключение нашей встречи хотелось бы резюмировать то, о чем мы сегодня побеседовали. А именно, мы с вами познакомились с понятием правомерного поведения, обсудили классификацию правомерного поведения, мы определили состав правонарушения, разновидности правонарушений, такие как преступления и проступки. А кроме того, мы познакомились с начальными факторами юридической ответственности, дали определение понятию юридической ответственности, определили, какова ее цель, какие функции она реализует и на основании каких принципов применяется. Спасибо за внимание.